Юрист исполнительного комитета Виталий Деревенко подчеркнул, что в законопроект могут быть внесены изменения, если поступят какие-либо предложения. В 20 исполнительном комитете ГГУЗИ обратились наши операторы кабельных сетей, в частности, которые остались вне правового поля. С чем это связано? Это связано с ранее поданным иском территориального бюро государственной канцелярии по обжалованию части некоторых положений действующего закона ГГУЗИ о телерадиовещании, в связи с чем наши кабельные операторы остались в подвешенном воздухе. Это одна из причин, которая обусловила разработку данного законопроекта. Второй причиной стало обращение общественной компании ГРТ об улучшении некоторых положений, которые действуют в настоящее время. О законопроекте высказались авторы. Виталий Павлович все сказал, если читаете изменения, возникает много вопросов. Но когда читаешь основной закон, мы там сделали всего лишь небольшие изменения. Какие те изменения, которые встречаются у людей, у бенефициров, которые работают в этих телеканалах, понимаете, мы слушали их. И все, что здесь делали, делали для них. Председатель Народного собрания Дмитрий Константинов обратился к присутствующим с просьбой вносить больше предложений, так как проект нужно еще дорабатывать. Наверное, правильно здесь отмечают, что надо было информировать сразу, чтобы были все информированы, наши жители. К сожалению, очень плохо, что сегодня очень мало присутствует на слушаниях. Ну, для этого есть у нас и комиссии, где рассматривается данный вопрос. Для этого и слушания проводятся. И чем больше сегодня конкретных предложений будет здесь представлено, тем легче будет Народного собрания принять правильное решение. У начальника Офиса Народного адвоката Светланы Мироновой возникло много вопросов к основным задачам проекта. Она также подчеркнула, что поправки были опубликованы накануне публичных слушаний, что неправильно. Меня несколько удивила основная задача законопроекта, которая звучит первая в пояснительной записке. Контроль за действием частных электронных СМИ. Очень удивила. Оптимизация действий частных электронных СМИ. Причем, каким образом будет производиться этот контроль, предполагается только из необходимости принятия фактически. То, что будут некие контролирующие органы в области электронных СМИ. Светлана Миронова также высказалась по поводу поправок, касающихся наблюдательного совета общественной компании ГРТ. Фактически мы сокращаем функции наблюдательного совета. Кроме сокращения конкретного состава участников, это не суть важно. А сами функции. Если вы сокращаете, вы должны обосновать. И еще раз повторяю, что просто-напросто, ну давайте прямо говорить, что ни Народное собрание, ни Исполнительный комитет, ни тем более Главное управление строительства и инфраструктуры не смогут вести контроль за действием частных СМИ. Тогда зачем это прописывать? Предлагается также исключить из функции наблюдательного совета заключение трудовых договоров с руководящим составом ГРТ. Мы столкнулись на практике с тем, что действительно, сегодня исполнительный директор предлагает своих заместителей, их утверждает наблюдательный совет. В принципе, никакого конкурса нет. Дальше нужно взять за свой счет один день. Либо отпуск, либо выход на работу, выходной день. Мы должны ждать, когда соберется наблюдательный совет и примет такое решение. И у нас вот эта вот коллизия была постоянная. И поэтому было предложение, чтобы данные договора подписывал непосредственно руководитель. Подписание трудового договора никак не подразумевает вмешательство в редакционную политику, так как законом уже предусмотрена зона ответственности конкретно редактора. То есть изменений в плане подчинения их нет. Хотел бы сказать следующее. Какие бы инициативы ни были в данной сфере, неизыблемым и фундаментальным остаются следующие вещи. Будут оставаться, во-первых, ГРТ – это общественная телерадиовещательная компания. То есть принадлежит обществу, всей Гагаузии. Запрет любой цензуры. Никогда не будет цензур на это телевидение. Обеспечение свободы выражения и плюрализма мнений. Это те вещи, которые соблюдаются на сегодняшний день и будут предсоблюдаться. Каждый имеет свободный доступ. Закон в таком варианте зародился давно, отметил председатель независимого центра журналистики Гагаузии Степан Перрон. Я не скажу, что закон потерпел очень серьезные изменения. Но ключевые некоторые моменты, я хотел бы на них остановиться. Скажу, что прессе обсуждается этот вопрос уже второй месяц. Есть и критические моменты, есть и положительные моменты к этому закону. Жаль, что, конечно, она не появилась. Вот Светлана сказала, что она не смогла. Да, надо было все-таки доработать, чтобы довести, чтобы была возможность ознакомиться с большинством. Но самое главное, я хочу сказать, что практически в таком варианте закон был разработан еще в 22-м году, осенью. И он долго лежал, потому что выборы начинались не до закона было. В пояснительной записке говорится, что представленный законопроект имеет цель регламентировать деятельность электронных СМИ на территории Гагаузии посредством лицензии и разрешения именуемого ИЗИН. Мария Остатова, Владислав Табачук, Алексей Герчу, Новости ГРТ.